МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 июня 1944 года. 1087-й день войны. Сегодня войска Красной Армии продолжали наступление на Карельском перешейке и овладели важными узлами обороны финнов, поселками Кивенапа и Райвала, а также заняли более 30 других населенных пунктов, среди которых Термалова, Хартанен, Мултала. В Ленинградской области в ходе боев с северо-западнее города Новосокольники рота советской пехоты уничтожила 200 немецких солдат и офицеров. Захвачено 8 пулеметов, 40 автоматов и 60 винтовок. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии нашими войсками сбито 20 самолетов противника. Третий Белорусский фронт. Закончив работу в 5-й и 39-й армии, маршал Василевский и генерал Чернеюховский прибыли в 5-ю гвардейскую танковую армию и проработали в ее штабе с генералом Ротмистровым весь день. Нормандия. В бою погиб командир 84-го немецкого общеармейского корпуса генерал Маркс. Фельдмаршал Роммель отправился в 111-ю танковую дивизию предупредить ее о возможности десанта союзников в районе Дьепа. Судя по всему, эта мысль была внушена ему участниками антигитлеровского заговора, желавшими ослабить натиск против войск союзников Нормандии. Посольство СССР в Лондоне получило приветствие от английских машиностроителей. В нем сказано «Шлем братский привет жителям Воронежа и выражаем наше величайшее восхищение героической борьбой населения Воронежа и Красной Армии против гитлеровского фашизма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова